У Юлии все подсчитано, а у Алексея взрывной характер. Фото передовиков производства и кадры их деятельности видят все гости праздника. Их на центральной площади Шахтерска тысячи. Для большинства из них этот день один из главных в году, где-то наравне с Новым годом. Особенно для тех, кто работал с углем не один десяток лет. Я первый раз такое вижу. Праздник капитальный. Молодцы все организовали. Молодежь довольна всем. Я тоже доволен. Хотя мне 80 лет. Я 44 года уголь провозил здесь. Так что все нормально, ребята. Повсюду движение. Где-то рисуют песком, а где-то поедают бесплатную сладкую вату. Есть и уникальные местные соревнования в необычной, но актуальной для рабочего поселения дисциплине – поедание тормозков. Участники на скорость едят три немаленьких бутерброда. Получалось не у всех. Старт! Понеслась. Ребята, поддерживаем, покричим, покричим, поддержим, ребят. В итоге эффективнее всего справился с шахтерским тормозком местный житель Максим Дунов. Раз! Есть! И у нас есть победитель! Ну, разумеется, каждый мог сохранить сегодня память о Дне шахтера, создав вот такой вот магнит с фотографией. Принтер, который впечатал, сегодня не отдыхал ни минуты. А счетчик количества сломался на второй тысяче. Запомним сегодняшний день и мы. Стал День шахтера и поводом отчитаться о достижениях. Их у местного угольного гиганта за год накопилось достаточно. Мы растем примерно на 50% в год. Вот в прошлом году у нас была добыча 5 миллионов, в этом году добыча 8 миллионов. Ну, то есть более 50%. В этом году 8, в следующем мы планируем 12 миллионов, это опять 50%. То есть мы очень динамично развиваемся. Развиваем не только угольные предприятия, но и портовые мощности. А подробный фоторепортаж о праздновании Дня шахтера можно посмотреть на портале Рия Сахалин Курилы, skr.sum. Сергей Суханов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.